Учитывая существующие разобщенности и порой несогласованность действий уполномоченных органов при оказании помощи уязвимым слоям населения, темой круглого стола, прошедшего на днях, стало усиление взаимодействия определенных ведомств. Началом заседания стал доклад директор общественного фонда Жастарен о работе Центра по оказанию специальных социальных услуг жертвам бытового насилия. В частности, Татьяна Ищенко рассказала о дальнейшей судьбе одной из получателей услуг Центра. Девочку мы отправили в УРАС, и в настоящее время она призвана ребенком инвалидом, и ей назначена дотация от государства. В это время мы тоже проводили благотворительную акцию, девочку внесли в этот список через компанию КПО и вручили на помощь на лечение и реабилитацию 62 тысячи тенге. Но сейчас уже этот вопрос решен, то есть она получает дотацию от государства, и там все в порядке. Участники круглого стола поднимали вопросы выявления и социального сопровождения семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе медицинское обслуживание, обеспечение защиты прав уязвимых семей. Кроме общего плана оказания поддержки таким семьям, также разбирались конкретные ситуации и обсуждались вопросы разработки программы индивидуальной работы и реабилитации. Ежегодно может любое общество не участвовать. В 2020 году выигрывало вот Жаздарат. Хотелось бы сказать, что за этот период у нас прошло, вот например, в 2018 году у нас 15 человек было, здесь, значит, было у нас 22 человека, и в этом году 29. То есть если вы так посмотрите, около 50, почти 60 человек прошло за эти три года. Нужно отметить, что не все эти лица полностью были социализированы, не все. Естественно, как мы уже знаем, люди с длительной безработицей, люди склонны к алкоголизму, люди склонны к бродяжничеству. Разного рода были проблемы, да, и разного рода были ситуации. То есть нельзя утверждать, что за все эти три года все прям вот стопроцентно были охвачены жильем, работой, обучением, пособием и все. Все стремились к этому. Разные, так сказать, в разных направлениях работали. По необходимости, возможности и соответствию, соответственно, мы отправляли их и в МСУ, и, значит, в семью возвращали, и отдельно их выпускали, и давали время и средства, накопить средства на съемное жилье, трудоустраивали, обучали. Все это идет, конечно. Все зависит от того, что чаще всего в данные центры попадают жертвы, которые, скажем так, с низкой материальной обеспеченностью, с низкой грамотностью, с тем, что они вот много лет вот терпят, терпят. Когда все мех конфликтуют, когда происходит процесс избиений, унижения женщины на глазах у детей или же женщины и детей, когда они в итоге оказываются на улице без одежды и документов, когда им некуда идти, такой центр нужен, отметила Ольга Махметовна. В силу того, что количество населения не соответствует определенным нормам, нет возможности открыть еще одно специальное заведение, подчеркнула она. Следующим вопросом стала реализация социального проекта «Профилактика бытового насилия». С целью психологической поддержки жертвам бытового насилия систематически проводятся групповые тренинги и индивидуальные беседы. В частности, тренинги для подростков, групповые тренинги, посвященные Дню семьи. Задача тренингов – профилактика бытового насилия, повышение уровня ответственности родителей за судьбу своих детей, за отношения в семье. В режиме онлайн проведено шесть встреч с детьми и их родителями. Организованы мероприятия с участием 245 школьников и 97 родителей. О работе, проводимой в части оказания поддержки уязвимым семьям, рассказали психолог общественного объединения АйТЭС Ботагос Байкадамова, представитель правоохранительных органов Арман Макбузов, которые отметили, что для контроля семей, являющихся потенциальными представителями целевой группы, зачастую сталкиваются с препятствиями введения допущения в дом или отказа от рекомендаций или консультаций. Не обязательно же ждать какую-то конкретную жалобу или когда человек тебе допустит в свой дом. У вас на это наверняка есть полномочия. Вы можете проверить любую семью, даже от педагога, если вам поступило обращение, вы можете прийти в квартиру и сказать, у нас поступило обращение, мы хотим проверить, как живет ребенок, где он спит, когда же определяется место общения с ребенком. Это же все проверяется. Отдельное спальное место, где он кушает, где он учится, есть ли у него свой шкаф, зубная щетка и так далее. И можно. Тяжело начать что-то делать, когда есть определенная работа в своем кабинете, и выйти за пределы этого кабинета, просто включить не профессионализм, а человечность. Также присутствующими поднимались вопросы необходимости открытия, организации приюта или временного пристанища для лиц без определенного места жительства. Этот вопрос получил много положительных отзывов. Осталось только искать пути решения этой задачи. В целом, в ходе заседания круглого стола собравшиеся обсудили все нюансы в части решения вопросов выхода лиц из трудной жизненной ситуации. Самым важным вопросом было усиление взаимодействия уполномоченных органов. Организаторы призвали представителей других учреждений способствовать решению проблем социально уязвимых семей. Как говорится, вместе решаемая проблема становится не такой страшной, а задачи не такими невыполнимыми.